Есть голливудская история, когда Рассел Кроут усил с продюсером Джерри Брукхаймером на вечеринке. Все было хорошо, вокруг Рассела ловились девчонки все это время. Вдруг он снимает свои ботинки и становится ниже на 5 сантиметров. И тогда Джерри ему и говорит, дружище, надень ботинки обратно срочно, ты портишь свой образ. В сегодняшнем видео, почему ботинки делают нас привлекательнее и зачем каждому мужчине нужна пара ботинок в гардеробе. Первая причина, почему ботинки должны быть – женщины обожают ботинки. Этому есть подтверждение в журнале за 2016 год JQ Magazine, в котором принимало участие 200 женщин. Их спрашивали, на какие детали они обращают внимание в мужском стиле. 76% ответили, что они бы хотели, чтобы мужчина надевал кэжуал ботинки на первое свидание. Ребята, что это означает? Не стреляйте себе в ногу. Носите кэжуал ботинки, женщины от них тащатся. Мы уже поняли, что женщинам нравятся ботинки. Но почему они им нравятся? Друзья, это связано с ассоциациями и статусом. Взглянем на историю. 500 лет назад военные офицеры. 200 лет назад, если бы вы были простым рядовым, то ботинки вам и не снились. Все, что вы бы могли себе позволить – это туфли. Ботинки были для офицеров. Мужчин статуса и власти. Даже в наше время, если мы видим путешественника или военного, что они носят? Ботинки. Давайте взглянем на рок-звезд. Если представим рок-звезду, он на сцене, нарушает все правила и вызывает уважение. Что он носит? Он не будет ходить в туфлях. Мне нравятся туфли, но он точно будет носить пару ботинок. Следующей причиной, почему мужчине нужны ботинки – господа, дело в пяточке и каблуке, который добавляют в росте. Вот эти ботинки с легкостью добавят вам 4 сантиметра в росте. Девушкам в целом нравятся более высокие ребята. Это исследование проводилось на директорах компаний. Более высокие директора казались доминирующими. Если вы не высокого роста, это не значит, что вы не удел. Есть много других трюков и советов, как с этим быть. У меня записано целое видео на эту тему. Но начать с пары ботинок. Ребята, это сработает. Может, получится найти ботинки с каблуком в 5 и 6 сантиметров, хотя 4 тоже сойдет. Дальше речь идет о размере. Большие ботинки означает большое сердце. Верно, разве не так? Но вот взгляните на это. Какая обувь больше? Конечно, этот ботинок больше. Суть в том, чтобы сделать ваши конечности немного шире. Особенно осенью, зимой и весной. Мы надеваем больше одежды, а это может нарушить пропорции. Особенно если вы часто надеваете кежуал одежду, как это делают большинство мужчин. Поэтому надевая такие вот ботинки, добавляет немного к длине и ширине вашей ноги. Это выглядит стильно, добавляет немного грубого вида. Также выстраивает образ ноги и делает вас более мужественным. Следующая причина, по которой у каждого мужчины должны быть кожаные ботинки в гардеробе, это потому что кожа вызывает ощущение мужественности. То есть, когда вы носите кожу, вы выглядите сильнее. На чем это основано? Исследования в 2001 году художественной академии Ливерпуля выяснили, что определенные ткани и материалы вызывают соответствующие чувства и ощущения. Твид расслабляет. Джинса заставляет людей почувствовать себя более энергичными. Все, что связано с кожей, вызывало ощущение силы и мужественности. Бонус носить ботинки заключается в том, что ботинки функциональны. У них есть хорошая резиновая подошва, они защищают ваши лодыжки прочной кожей. В них можно ходить по снегу, по грязи и в дождь, не переживая за обувь, если вы о ней заботитесь, конечно. Они защитят ваши ноги от воды и сделают хорошее сцепление с дорогой. Они реально функциональны. Ботинки, наверное, моя самая любимая вещь мужского гардероба. Вас, наверное, интересует. Антонио, как мне найти отличную пару ботинок? На что мне обратить внимание в конструкции ботинок? Ребята, не волнуйтесь. Посмотрите этот ролик, ссылка будет под видео. В нем я говорю о всех деталях, которые вам понадобятся при выборе качественных ботинок. Быстрый факт о ботинках Чукка. Британские солдаты специально заказали такие ботинки во время военных действий в Африке, чтобы было удобно передвигаться по пустыне. Они нанимали египетских сапожников, которые изготавливали им эти ботинки. Они так понравились солдатам, что со временем стали частью мужского гардероба. Думаю, вам стоит знать небольшую военную историю этих ботинок. Это все. Берегите себя. До встречи в следующем видео.